Ярсари с рабочим визитом посетил председатель Тюменской областной думы Сергей Карипанов. В рамках визита состоялся доклад о работе, проделанной за последний выборный срок. Я приехал сюда, чтобы рассказать о том, как я работаю как председатель, о том, как я работаю как депутат, как выполняю просьбы, наказы, высказанные моими избирателями и в процессе этих пяти лет, и, разумеется, в предыдущую выборную кампанию. За период шестого созыва областной думы было проведено 52 заседания. Принято 552 закона Тюменской области, из них 73 базовых. Четыре закона, внесенных в областной думы, были приняты Государственной думой Российской Федерации. Сегодня Тюменская область входит в тройку субъектов Российской Федерации по инвестиционной привлекательности и индексу промышленного производства. Кроме того, область находится на лидирующих позициях по многим другим показателям, в их числе качество автомобильных дорог и объемы жилищного строительства. После доклада о проделанной работе состоялась обзорная экскурсия по районному центру. Мы, очевидно, с Андреем Николаевичем проедемся по районному центру, хотя уже, когда с площадки ехали, кое-что рассказал, ознакомимся, так сказать, какие новые объекты у вас строятся, вот, как ведется тоже, опять же, дорожный строительство, насколько район готов к зиме. В первую очередь Сергей Карипанов осмотрел ход работ по капитальному ремонту дорожного покрытия на улице Советская. Глава района рассказал о причинах глобального переустройства данного участка уличной дорожной сети, о том, как в перспективе он будет выглядеть и как реконструкция повлияет на улучшение качества проезда и безопасность пешеходов. Главное, данные работы избавят дорогу от проблемы постоянных затоплений в период таяния снега. Следующим объектом для осмотра выбрали новое здание Центра национальных культур. Председателю Тюменской областной думы показали, где разместят музейно-выставочный комплекс, новый современный актовый зал, зал совещаний, и рассказали о том, с каким нетерпением ждут ввода этого долгожданного объекта в эксплуатацию. Далее Андрей Кугаевский ознакомил Сергея Карипанова с самыми популярными зонами благоустройства – парком качелей и зоной отдыха «Айс-парк». После этого состоялась экскурсия по еще одному долгожданному для поселка объекту – новой школе. Директор школы Александр Олесиевич рассказал гостям о той концепции, которая использовалась при разработке школьного пространства, о том, что лучшие идеи были позаимствованы у лидирующих российских школ. Важным вопросом в формировании школьного пространства была безопасность – как общая, так и противопожарная. Для этого в помещениях школы использованы современные системы обеспечения пропускного режима и пожаротушения. Школа даже, наверное, не сегодняшнего дня, а школа всего, скорее всего, завтрашнего дня. И наверняка многие, так сказать, руководители школ и областных центров позавидовали бы такой школе, которая скоро сдастся в Ярселе. Председатель Тюменской областной думы отметил, что приезжает в Ярселе не первый раз. И каждый приезд приятно удивляется тому, с какой скоростью развивается поселок, как он растет и как много делается для его жителей и жителей района в целом. Самые отрадные вопросы – строительство жилья для бюджетников и благоустройство. В этом плане, по словам Сергея Карипанова, Ярселе может дать фору многим муниципалитетам области. Я считаю, что у Ямальского района и его руководства есть чему учиться многим муниципальным образованиям и Маланецкого округа, и области в целом. Территориальные избирательные комиссии Ямальского района получили партию из 10 860 бюллетеней на выборы Тюменской областной думы 7-го созыва. Количество определялось из расчета численности избирателей в Ямальском районе. Далее они будут распределены по всем избирательным участкам. Избирательные комиссии округа утвержден график доставки избирательной документации в участковые избирательные комиссии. Первую партию бюллетеней мы направим в участковые комиссии к началу проведения досрочного голосования, которое начнется 30 августа. Вторая партия, соответственно, будет доставлена в участковые комиссии не позднее, чем за один день до начала дней голосования, то есть не позднее 16 сентября. До этого момента бюллетени будут храниться в строгом соответствии требованиям, то есть в опечатанном сейфе и под круглосуточным видеонаблюдением. В Ярселе состоялся концерт, в котором приняли участие артисты Салимальского дома культуры, Центра национальных культур села Ярселе и творческая группа Центра культуры и спорта «Геолог» из города Салехард под руководством опытного режиссера Ларисы Цупиковой. Главной изюминкой вечера стало подписание важного для Ямальского района соглашения о творческом партнерстве «Творческий Салехард Ямал». На сегодняшний день это третье соглашение, которое мы подписали. Уже подписано в Приуральске, в Приуральском районе, в Шурышковском районе. И сегодня мы подписали этот замечательный документ здесь, на Ямальской земле, в Ярселе. И сегодня случилось то, о чем мы давно мечтали. Мечта наша сбылась. Подписание соглашения позволит создавать огромное количество совместных творческих и гастрольных проектов, обмениваться артистам, наработанным опытом и идеями. При этом оно касается не только творческих коллективов, но и общественных организаций, задействованных в культурной жизни района и округа. Иными словами, соглашение дает вывести творческое партнерство на совершенно новый уровень. Учиться нужно всю жизнь. И в собственном соку вариться нельзя. В новой площадке, новый зритель – это дает возможность развиваться. Важно, что подписанный документ подкреплен поддержкой и согласием глав муниципальных образований, что дает полную уверенность в полноценном осуществлении всех намеченных творческих планов. В Ярселе сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних совместно с представителями ОМВД, Департаментом образования и отделом обеспечения деятельности комиссии приняли участие в ежегодной акции «Помоги пойти учиться». В ее рамках будущим первоклассникам, воспитывающимся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вручили наборы к 1 сентября, которые были собраны силами неравнодушных жителей поселка. Мы успели посетить 10 семей, вручили наборы 15 ребятишкам, в наборы входили канцелярские принадлежности, это альбомы, краски, кисточки, ручки, карандаши, тетрадки, дневники, а для наших первоклассников благотворители подготовили рюкзачки, школьные рюкзачки. Акция продлится до 10 сентября. Планируется, что подобные подарки получат наиболее нуждающиеся семьи во всех поселках Ямальского района.